Сегодня в законодательном собрании нашего региона прошло заседание бюджетного комитета. В числе важных вопросов, рассматриваемых парламентариями и представителями исполнительной власти, были изменения в бюджет региона на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть главный финансовый документ во втором чтении, а пока же на заседании комитета обсуждались предложения депутатов по выделению средств на те или иные статьи расходов. Изменения будут касаться именно наших инфраструктурных проблем. То есть это создание тех благ граждан, которые они должны иметь. Это газификация, это деньги, направленные на корпорацию жилищно-коммунального комплекса, которое ведет замену старых котлов, устанавливает новые, это важное мероприятие. Бюджет на 2019 год называют бездефицитным. Его доходная часть около 52 миллиардов рублей, расходная на миллиард меньше. Основная часть средств будет выделена на реализацию тех или иных социальных программ. Парламентарии же после заседания фракции и комитетов внесли дополнительные предложения. Они касались ремонта домов и дорог, газификации, решения вопросов аграрного комплекса. Эти предложения на заседание бюджетного комитета и обсуждали. Что радует, что на целенаправленные программы выделены дополнительные средства. Не только на целенаправленные, на целенаправленные районы. Ну, чистая вода, газификация. Это все деньги дополнительно нашлось и очень это радует, конечно. Хотя я бы хотел сказать, что этого, конечно, далеко не достаточно. Но радует, что нас услышали и процесс идет в нужном управлении. Фракция ЛДПР вносит и готовит ряд поправок. Они касаются увеличения финансирования учреждений здравоохранения. Здесь речь идет о Новомолокленской центральной больнице, Тушненская амбулатория медицинская. Мы наставим на приобретении машины скорой помощи и ремонте помещения. Ряд сельских дорог, муниципальных образованиях с предложением нашей фракции в случае поддержки депутатов будут отремонтированы в 2019 году. Увеличены расходы на культуру и спорт, модернизацию строительства школ и жилья. Эти направления напрямую влияют на повышение качества жизни в регионе. Новой статьей расходов стало выделение средств на выполнение наказов избирателей. При этом депутаты призывают относиться к расходам со всей ответственностью.